Работать на высоте, передвигаться в густом дыму и в любое время быть готовыми рисковать собственной жизнью ради спасения других – не просто работа, а долг пожарных спасателей. Время подать огнетущие средства, чтобы это все сделать, наши парни для этого готовятся, тренируются. К каждому пожарному есть свое эго пожарного. Я думаю, каждый из наших, кто работает в этой системе, готов максимально отработать все, что он имеет. Так что героизм, как назвать героизм – это долг, честь, то, что они должны делать в свою работу. Сами пожарные спасатели не любят говорить о своих подвигах, однако сложно не отметить их отвагу. Так, в прошлом году в одном из общежитий города Кукшетау по улице Назарбаева произошел пожар. Сотрудниками пожарной службы эвакуировано 30 человек, 12 из которых – дети. Пилосообщение поступило в третьем часу ночи о том, что говорит о четвертом этаже комнаты в общежитии. В это время я уже понял, что пожар будет сложно, потому что время ночное, и так как выходной день уже, люди все отдыхали. Сразу я по повышенному номеру вызвал дополнительные силы, средства. По приезду к месту вызова уже четвертый и пятый этаж полностью был охвачен дымом. Комната полностью охвачена огнем. Четвертый и пятый этаж, люди оказались уже заблокированы в своих комнатах. В связи с тем, что это общежитие, там уже жителей намного больше, чем в российских домах благоустроенных. Приходилось работать в полной темноте, в непригодной среде для дыхания. Сам Биржан Ташенов пришёл на службу около 20 лет назад. Он вспоминает, как тогда старослужащие отнеслись к молодому сотруднику с пониманием и наставничеством. Среди спасателей действует принцип преемственности поколений и опасный, но полезный опыт передаётся от старшего к младшему.